Даны – древнегерманское племя, населявшее территорию нынешних Швеции и Дании. Первое упоминание о Данах восходит к Виаевне в рукописях историка Иордана. В ходе великого переселения народов Дана заселили полуостров Ютландия, вытеснив оттуда древнегерманские племена ютов и англов, и создали там королевство Дании. Даны в эпоху викингов. В эпоху викингов Даны активно осваивали Ютландию и Зеландию, а также южную часть современной Швеции в начале Икса и ФНЭ. Короли Данов управляли Данией и Англией как единым королевством в течение почти 20 лет. Данилаг. Данилаг – территория в северо-восточной части Англии, отличающаяся особыми правовой и социальной системами, унаследованными от датских викингов, завоевавших эти земли в IX веке. После восстановления власти англосаксонских королей на Данилагон в начале X века скандинавское право и обычаи были сохранены, а многие перешли в общеанглийскую практику. Специфика юридической системы северо-восточной Англии пережила нормандское завоевание и продолжала существовать в течение всего Средневековья. Наследие Данов. Свидетельством сильного датского влияния в восточных областях Англии являются местные топонимы и личные имена, значительная часть которых имеет датское происхождение. Еще в XII-XIII веках здесь было принято давать детям датские или англо-датские имена. Скандинавские корни имели многие географические наименования Однартумберленда до Сафолка, часть из которых сохранилась до настоящего времени. Так, скандинавское происхождение имеет топонимы, оканчивающиеся на бейтор, а также содержащие комбинации звуков «S-K-I-E-Y-T-AM», где англо-саксонские названия имели «бы», «ш-и-а». Соответственно, в современном английском языке осталось несколько сотен слов скандинавского происхождения, включая личные местоимения третьего лица множественного числа, а также такие термины как «o», «husband», «window», «окно» и другие «эс-эр». Также такие пары как «скерт», «юбка» и «ширт», «рубашка». На территории Данилага существует значительное число археологических памятников Периода господства викингов в этой части Англии, из которых наиболее важными являются Древний Йорк, столица Норвежского королевства в X веке и захоронение в Ингольдсбе.